На площадке Палаты предпринимателей Акмолинской области прошло заседание Брэнд-комитета, в ходе которого были определены финалисты проекта «Одно село, один продукт». В состав комитета вошли представители государственных органов, институтов развития предпринимательства, члены отраслевых советов, субъекты бизнеса и эксперты региональной палаты предпринимателей. Напомним, в августе текущего года в Кухчетау прошла выставка «Одно село, один продукт». Данный проект направлен на поиск уникальной продукции в регионе, развитие производства местных товаров и услуг, создание объединений производителей, использующих только местное сырье. В мероприятии, которые организуются уже второй год подряд, приняли участие около 40 владельцев бизнеса. По итогам выставки были отобраны 10 проектов для участия в дальнейших этапах. Конкурсанты защищали проекты перед членами Брэнд-комиссии. В региональной выставке, которая прошла в августе месяце, приняло более 40 участников и было отобрано в финал 10 участников. В финале мы просмотрели защиту наших региональных производителей, которые представили свою уникальную продукцию, было принять решение очень тяжело, так как все проекты финалисты уже были достойны того, чтобы стать непосредственно победителями. В итоге решением Брэнд-комитета были определены трое победителей. Одна из них – жительница Бурабайского района Гульжан-Булпанова. Гульжан занимается изготовлением уникального целебного меда, чаев, бальзамов из разноотравья предгорий Бурабая. Брэнд Бурабай-Балэ является национальным брендом. Он получил географическое указание, зарегистрирован. Почему именно Бурабай-Балэ? Потому что этот мед очень качественный, особенный. Состав у него очень богатый, потому что в нашем регионе Бурабайском произрастает очень много видов цветов и растений, более 700 видов, и из них 20 они вошли в Красную книгу Казахстана как исчезающий вид. Второе – это наш край является аграрным, очень масличных много культур выращивается здесь. И, конечно, экологическая составляющая нашего района тоже очень благоприятная, что, конечно, напрямую влияет на качество данного меда. Продукты с национальной айдентикой пользуются большим спросом среди туристов. Немало внимания уделено упаковке и дизайну продукта. Присутствует национальный орнамент. Для привлечения туристов в Казахстан мы, предприниматели, должны оказывать качественные услуги, отмечает Гульжан. Потребность эта возникла в первую очередь для туристов, разливать их в маленькие от 50 миллилитров до 100 миллилитров тары. И, конечно, чтобы было более привлекательно, мы здесь включили национальную айдентику, национальные орнаменты. На английском написали Бурабай Балым Мэйд Байныча для того, чтобы было понятно, красиво, презентабельно и чтобы действительно могли забрать частичку Казахстана с собой. Жительница города Кукщетау Роза Гатагажева представила эксклюзивный в своем роде проект по производству национального десерта ингушской халвы. Изготовлением халвы девушка занимается с 2021 года. И хотя сладость готовится только из трех компонентов – натурального сливочного масла, сахара и муки – процесс весьма трудоемкий. Причем делает ее Роза исключительно вручную, без использования каких-либо современных технических приборов. На сегодня в Кукщетау и, пожалуй, во всей области нет подобных аутентичных проектов, так как рынок заполнили модные сладости. Мой продукт связан с историей. Так как мы депортированы сюда, в Казахстан народы, в частности, мой ингушский народ, и наши предки, старшие, всегда рассказывают о великодушии и милосердии казахского народа, как он делился последним куском хлеба, стаканом молока. Это очень согревает. Хоть это было и тяжело, а наши предки угощали ингушской халвой. И вот этот продукт имеет генетическую память. И мне хотелось это действительно в продукте сохранить эту память, историю. Когда я открыла страницу, когда начали заказывать по Казахстану, в Германию, уже за пределы, я поняла, что я могу своим продуктом не только сохранить его, но и передать благодарность казахскому народу, чтобы миру показать эту историю. Финалистов проекта «Одно село, один продукт» ожидает дальнейшее сопровождение со стороны региональной палаты предпринимателей. Будет оказана информационно-консультационная поддержка в части разработки дизайна, упаковки и вывода продукции на казахстанские и международные торговые площадки.